СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД По этим данным возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Гражданина направили на медицинское освидетельствование в связи с подозрением в употреблении алкоголя. В настоящее время он признан подозреваемым в соответствии со статьей 132 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Его поместили в изолятор временного содержания при отделении полиции. В настоящее время проводится расследование. Просим жителей и гостей строго соблюдать правила дорожного движения, не употреблять алкоголь и быть осторожным за рулем автомобиля. Кроме того, просим вас внимательно смотреть по сторонам и быть осторожным. Жанбулат Секирбаев назначен на должность руководителя коммунального предприятия «Балхаш Энерго». Об этом стало известно на очередном аппаратном совещании под председательством Акима города. Жанбулат Саулебекулу Секирбаев родился в 1989 году в селе Ахшатау. Окончил университет транспорта и гуманитарного права имени Кунаева по специальности инженер-электрик. С 2008 года работал в учреждении «Балхаш Энерго». Начинал электромонтером 2-го разряда. До назначения был главным инженером. На сегодняшний день полностью завершенный ремонт. Ремонт мы работаем на 7-м, 8-м, 9-м котлограде. Также на 2-й, 3-й, 6-й турбинах начали ремонт работы на 6-м котлограде и на турбинах станции номер 7. Продолжается текущий ремонт на теплотрассах общей протяженностью более 6-ти километров, а также работы по теплоизоляции. В настоящее время теплосети города заменены на 70%. Обновлены 4,5 километров аварийных участков. Работы выполняют подрядные организации «ТСК Базис» и «Алатаустройсервис». Они будут завершены к сентябрю. На совещании также стало известно, что в рамках реализации тарифной сметы ТО «Балхазжилу» поэтапно осуществляются государственные закупки по закупу, крепежной арматуры и других материалов на общую сумму 53 миллиона тенге. На данный момент все материалы доставлены. Помимо этого, в рамках бюджетных средств на поставку 9 теплообъемников котлов маркетом 1 на сегодняшний день 6 теплообъемников доставлено, 3 находятся в пути, договор уже направлен, начаты работы по монтажу уже работы завершены. Из 597 многоквартирных домов 150 прошли гидравлические испытания. Акимгород отметил, что к 20 сентября все дома должны быть готовы к приему тепла и поручил активизировать эту работу. Что касается бытового угля для жителей, то на точках реализации ИП «Калиев» и «Натиже» на данный момент имеется 27 тонн угля. Цена одной тонны составляет 19 тысяч тенге. Цена за доставку грузового, который транспорт, доставку делает 8 тысяч тонн. Тонна 8 тысяч? Нет, за доставку машинам до 7 тонн машина 8 тысяч, до 10 тонн машина 10 тысяч стоит доставка. 19 тысяч за тонну. Это теперь же по другим объектам смотрели, к примеру, по городу, при Озерске, в Афганбайском районе. У них у наших закупочная цена идет 14 тысяч, закупочная цена, туда потом добавляются услуги ПТЖ, услуги ТУПК. Как других? Саршаране стоят? Саршаране стоят 18. Цена на уголь в ближайших населенных пунктах составляет 18 тысяч тенге. По словам специалистов, она зависит от транспортировки. В связи с этим глава города поручил снизить цены на твердое топливо. Всем руководителям ведомств также поручено посетить учреждения, расположенные на станциях Трангалык, Саяк и Балхаш-1 для проверки их готовности к отопительному сезону. Дата последнего звонка перенесена на 25 мая. Об этом стало известно на августовской конференции. Напомним, в этом году последний звонок в казахстанских школах прозвенел 1 июня. Учебный год продлился 36 недель, начавшись 1 сентября и завершившись 31 мая. В пленарном заседании под председательством министра образования Ганиби Симбаева в онлайн-формате приняли участие 20 регионов, а это более 500 работников сферы образования. В ходе методического форума подвели итоги 2022-2023 учебного года. Обсудили актуальные вопросы, волнующие учителей воспитания и обучения подрастающего поколения. К примеру, для решения проблем очередей в детских садах в стране с начала года было открыто 332 дошкольных организаций на 32 тысячи мест. До конца года будет создано еще 48 тысяч. Что касается изменений, происходящих в сфере образования, то этот учебный год запомнится началом особого прорыва. Два наиболее важных проекта – закон о статусе педагога и новая программа развития образования и науки на 2020-2025 годы. Продолжение следует. Кроме того, особое внимание В этом году будет уделено Социально уязвимым слоям населения В настоящее время 421 учащийся Получил возможность учиться В лицее Дарын и республиканских Физико-математических школах В ближайшее время будет построено 154 школы на 130 тысяч мест В Балхаше в рамках акции Дорога в школу состоялась ярмарка Школьные принадлежности, форму Можно было приобрести перед Дворцом культуры Имени Хамзина Цены ниже рыночных Предприниматель Рыскуль Журчинова Предлагает жителям широкий выбор школьной одежды У нас всегда низкие цены Даже без ярмарки Есть рюкзаки для мальчиков и девочек Рубашки и штаны для мальчиков Рубашки и юбки для девочек Футболки, колготки Все необходимое для школы Выбрать себе необходимое могут и студенты колледжей От 2900 тенге Большой выбор Есть рубашки для девочек от 3000 тенге Такие футболки белые, черные, синие в наличии с 1 по 8 класс от 800 тенге Есть качественный трико в наличии с 1 класса от 2900 тенге Есть также маки от 380 тенге и 100% хлопка Гульжан Юнисова в подобных ярмарках принимает участие ежегодно Отмечает, что больше всего покупают тетради, дневники и ручки Канцелярские товары можно купить со скидкой в 30-40% Сегодня цена за тетрадь из 12 листов в магазинах и на рынках составляет 35-40 тенге На ярмарке 25 тенге Мы участвовали на прошлой неделе и на этой участвуем Приходит много людей Мы продаем на 30-40% дешевле Например, у нас в магазине продаются тетради по 35 тенге Продаем на ярмарке за 25 тенге Общие тетради 180-190 Сейчас на ярмарке за 150 можно купить Дневники за 610 тенге Продаем за 580 Наши цены очень хорошие Приходит много людей О том, устраивают ли цены, мы решили спросить у покупателей Я приходила на прошлой неделе Цены хорошие, но выбора нет Цена тетради 25 тенге Я уже купила тетради, краски, пластилин Это для моих внуков У меня пятеро детей Я ищу школьную одежду для них Четверо учатся в школе, один ребенок ходит в детский сад Я посещаю ярмарку с двумя детьми Цены доступные Цены вроде ниже, чем на рынке Присматриваемся к футболкам, трико, костюмам Было бы хорошо, если бы таких ярмарок было больше Большая помощь людям В городской мечети прошла республиканская акция «Дорога в школу» Для 80 учащихся из малообеспеченных семей подготовили рюкзаки со школьными принадлежностями Главный имам мечети Нурбалат Калдарбеков пожелал удачи в новом учебном году Эти рюкзаки наполнены школьными принадлежностями В хадисе пророка было сказано, что человек должен учиться Ведь учение – это свет Это уверенность в завтрашнем дне Знания с вами будут всю жизнь Спасибо всем тем, кто становится причастен к тому, чтобы создавать условия для обучения детей из малообеспеченных семей Творческий коллектив «Берлик» с гастролями побывали в Балхаше В составе «Люди с особыми потребностями» Коллектив из города Абай был основан в 2018 году За это время «Берлик» побывал не только в городах Караганинской области Но и посетил Астану и Алматы, а также другие города Казахстана Мы начинали с трех человек, давали концерты Наша цель – мотивировать людей с ограниченными возможностями Чтобы они не сидели дома, чтобы проявляли себя Ведь искусство не имеет границ В составе было около 20 человек Сейчас 15 Среди нас есть как певцы, так и танцоры А также те, кто играет на дамбре У коллектива богатый репертуар Но больше всего им нравится исполнять народные и современные песни Почему вы даете концерты только по Карагандинской области? Вам нужно ездить по всему Казахстану, мотивировать людей Аким района Саби Тоспанов нам очень помогает Находит спонсора, помогает с автобусом, выделяет средства Сейчас мы в Балхаше Хотелось бы и надеяться, что наш концерт всем понравится Коллектив «Берлик» – это яркий пример того, что возможности не имеют границ Главное желание и стремление, а еще вера Впереди у артистов большие планы И все они как один уверены, что все, что происходит сейчас Это только начало самого лучшего и светлого В городском историко-краевическом музее представлена художественная выставка «Балхашка Камкор» Она проходит в рамках выпускного вечера «Арт коллайдер» и «Балхажа Старе-2023» 50-летие музея совместно с Молодежным ресурсным центром Почетный гость выставки «Балхашский эколог» Рымкуль Машурбекова Она посвятила этой сфере более 40 лет Говорит, что всегда поддерживает молодежь, которая думает о будущем озера «Балхаш» На выставке были представлены проекты художника Исследователей и активных молодежных сообществ «Балхаша» Направленных на совместную заботу об экосистеме озера В работах они рассказывают о культуре, истории, экологии и жителях города Через комиксы, мультфильмы, фото и видео Исследователи инициатива «Балхашка» Я со кураторка выставки «Балхашка Хамхор» с моими коллегами Айгерым Тлиубай, Карлыгаш Ахмедпек Эта выставка посвящена 50-летию юбилея Балхашского городского краеведческого музея Школа «Арт-Коллайдер» была основана в 2017 году Проект «Арт-Коллайдер Балхаша Старе», организованный совместно с Молодежным ресурсным центром Проводили в два этапа в течение всего лета Это инкубаторские проекты и открытые публичные лекции В них принимали участие экологи, историки, художники и писатели По словам руководителя проекта с экологической ситуацией озера Балхаш Он и его коллеги познакомились в ходе исследования культурных ландшафтов несколько лет назад Они посвятили свои проекты защите озера, принимая во внимание серьезную экологическую проблему, особенно его высыхание В рамках инициативы Балхашка Камкор посетили горы и скалы на берегу озера Побывали в ущелье Биктовата, исследовали растения и земли Поскольку я журналистка, исследовательница, то у меня, естественно, больше связано с текстами, с писанием И мой проект называется Харатал, поскольку я родом из Каратайского района Это Житсу, это южный берег Балхаша И он связан с тем, что река Харатал, в которой хватает Балхаш, она тоже милеет Потому что Житсу это область, в которой большинство жителей занимаются сельским хозяйством Сначала лета мы провели 26 мероприятий, в том числе открытые лекции, воркшопы вместе с писательцами Художниками, исследователями, историками и экологами Один из спецпроектов, который особо отметили организаторы, композиция из бутылок Ее автор Танат Ауэльбеков Таким образом, он хотел поднять тему дефицита питьевой воды в странах Центральной Азии А также истощение озера Балхаш Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин